Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Король умер. Да здравствует король. Место не пустовало. В день ухода Юрия Лапшина глава Хакасии назначил себе нового первого заместителя. Неожиданный выбор пока остается без комментариев. Вы ходите не потому, что там будет легче. Я думаю, что там будет сложнее. А вот почему Юрий Лапшин решил вернуться в Красноярск, известно. Бывший первый заместитель дал эксклюзивное интервью нашей программе. Банкротство народного кредита грозит подорвать доверие к банковской системе. Власти Хакасии за изменение федеральных законов о защите вкладчиков. Мы просим заскать в пользу работников не только самопремиальное вознаграждение, но и компенсацию морального вреда. Иногда трудовой кодекс на стороне трудящихся. Работники железной дороги выиграли у работодателя дело о премиях. Живем мы, в общем-то, так же, как и жили. Со своими проблемами, со своими трудностями, со своими радостями. Растет ли преступность в Хакасии и кто следит за работой ее сотрудников? Об этом мы поговорили с гостем программы, главой республиканского МВД Ильей Ольховским. На этой неделе разрешилась главная политическая интрига последних недель. Исполняющим обязанности первого заместителя главы Хакасии стал министр имущественных отношений Олег Нам. Он сменил на этом посту Юрия Лапшина, который перешел на работу в краевое правительство. За заслуги перед Хакасией награждается Лапшин Юрий Анатольевич. В последний день работы бывшему министру финансов Виктор Зимин вручил орден за заслуги перед Хакасией и поблагодарил за работу. Хотел бы особо отметить, что за эти почти 6 лет при его непосредственном участии в республике получили старый ряд проектов, которые сегодня успешно реализуются на качестве нового уровня, в их числе международный форум к культурному наследию. Сегодня республика стала в ряд с территориями, с регионами. Я имею в виду, в финансовом плане получила международное признание. Глава не скрывал, что потеря крайне болезненна для кабинета министров, но надо работать дальше. Отставка Юрия Лапшина была настолько неожиданной, что в обсуждении вопроса о его преемнике были самые невероятные версии. Однако такого выбора главы мало кто ожидал, и даже сам избранник. Король умер, до этого стоит король. Я прошу подговорить распоряжение завтрашнего дня, назначить исполняющим обязанности первого заместителя главы республики Хакесси, нам, Олега Валерьевича. То же самое прошу всех, Олега Валерьевича, здесь у нас нет. Встаньте, Олега Валерьевича. Встаньте, встаньте. Я знаю, что для вас это решение новое. Вручаясь ко всему правительству, можете не любить, но уважать обязанности. Олег Нам – один из самых непубличных персон в правительстве. Прежде общественность знала о нем в основном в связи с темой выдачи бесплатных земель многодетным семьям. Он решал вопрос как председатель Госкомитета по имуществу. В начале года ведомство было преобразовано в Министерство имущественных и земельных отношений. И вот теперь министр стал еще и первым заместителем главы Хакассии. Также известно, что Олег Нам – отнюдь не бедный человек. За прошлый год его доход составил почти 19 миллионов рублей. Это в несколько раз больше, чем доход других министров. Будет ли Олег Нам совмещать действующую должность с новыми обязанностями – пока неизвестно. Ну, а узнать причину отставки Юрия Лапшина и впечатление от работы в правительстве нам удалось буквально в один из последних дней его пребывания в Абакане. Теперь уже бывший первый заместитель главы согласился с нами встретиться и ответить на наши вопросы. Юрий Анатольевич, и так много месяцев ходили слухи о переходе Виктора Михайловича в Красноярский край. На самом деле, уходите вы. Скажите, вы как-то готовились к этому? Вы сами искали работу или работа нашла вас? В моей ситуации искать работу было бы странным, потому что работа довольно ответственная у меня была и есть по настоящее время. Здесь, видимо, очень много чего сошлось. И основное, конечно, то, что в Красноярском крае новый губернатор, вы знаете, он избран в сентябре и формирует новую команду. И в числе прочих претендентов на те или иные посты в правительстве Красноярского края было сделано предложение и мне тоже. Никаких специальных усилий я не прилагал к этому. То есть предложение поступило вам буквально в прошлом месяце? Предложение, если быть точным, поступило полторы недели назад во время моей личной встречи с губернатором Красноярского края Виктором Александровичем Толоконским. И предложение звучало предельно конкретно. То есть конкретная должность, конкретное направление работы и конкретные ожидания от меня как от специалиста, ну теперь уже, наверное, как от специалиста в области государственного управления. А почему вы согласились на это предложение? Это как бы карьерная амбиция? Ну и это тоже, наверное. Знаете, была произнесена фраза во время моего разговора с представителем правительства Красноярского края, с губернатором, о том, что задачи, которые передо мной формулируют, или задачи, которые передо мной ставят, очень сложны. И по мнению губернатора, есть немного людей, которые с задачами такого уровня в состоянии справятся. Это серьезный вызов. У вас должность будет вице-премьер? Заместитель председателя правительства Красноярского края, в сферу полномочий которого входит координация деятельности министерств, занимающихся всем реальным сектором экономики Красноярского края и взаимодействие с этим самым реальным сектором с хозяйствующими субъектами. После того, как все узнали о том, что вы уходите в Красноярский край, в интернете, в прессе появились такие сообщения, и все восприняли это как бегство с тонущего корабля. Неужели у нас в Хакасе действительно все так плохо? И по вашему мнению, какие перспективы в экономическом плане у региона хотя бы на будущий год? Если говорить о том, что кто-то, ну я или кто-то другой, уходит, потому что здесь сложно, а там, куда он уходит, все хорошо, то это как минимум неправда, потому что динамика государственного долга в Краснодарском крае, кстати, и в Краснодарском крае, который совсем недавно считался довольно успешным и благополучным, посильнее, чем динамика государственного долга в республике Хакасия. И везде проблемы плюс-минус примерно одинаковые, с которыми нужно как раз системно заниматься. Я считаю, что в Хакасии проблемы есть, проблемы есть с формированием бюджета, но эти проблемы сегодня более чем у 70 регионов, из 85 регионов Российской Федерации, с исполнением расходных обязательств бюджета, но все эти проблемы решаемые. Главное, что остается, и что было всегда эти 6 лет, что работает правительство Виктора Михайловича Зимина, это не допускать сбоев при выполнении основных первоочередных обязательств бюджета. Это выплата заработной платы, это социальные выплаты, и то, что называется жизнеобеспечивающим мероприятием, для того, чтобы функционировала сеть, чтобы государственные услуги предоставлялись в полном объеме. То есть я хотела уточнить, вы уходите не потому, что там будет легче? Я думаю, что там будет сложнее. Причем, я думаю, что серьезно сложнее. А у нас в Хакасии в следующем году будет хуже, чем в этом? Я думаю, что будет примерно так же, потому что пока нет тенденции к кардинальному улучшению ситуации, можно говорить пока о стабилизации ситуации, при этом, конечно, объем расходных обязательств, в первую очередь, социального характера, он увеличивается. Но при этом и федеральное правительство больше внимания на эти проблемы обращает, и можно с такой, с надеждой сказать о том, что объем финансовой помощи регионам в 2015 году будет больше, чем в 2014, и это серьезно поддержит регион. Я уж не говорю о том, что есть поручение президента России, правительству Российской Федерации, конкретно Министерству финансов, эту работу провести и конкретную помощь регионам оказать. Вы с легким сердцем отсюда уезжаете, или у вас все-таки остались какие-то нерешенные задачи, которые вы ставили перед собой? Вы знаете, и да, и нет ответ на этот вопрос. С легким сердцем просто потому, что... Ну, не оценивать мою работу на посту или в должности первого заместителя главы, наверное, должно пройти какое-то время, чтобы можно было давать какие-то оценки. Но мне кажется, что я в меру своей компетенции и сил честно исполнял свой долг. Простите уже за высокопарность. И в этом смысле сердце у меня легкое. Но я упокривил душой, если бы сказал, что вот в аккурат к этому моменту все проекты, которые я вел, я завершил, значит, ничего за мной доделывать не надо, я уезжаю совершенно спокойно. Это неправда, потому что есть ряд проектов. Ну, под проектами я подразумеваю разные, конечно, вещи. Это и решение каких-то сложных проблем, которые на стыке ведомств как раз или отраслей там находятся, и реализация каких-то интересных проектов. То есть есть что-то, что реализовано, есть что-то, что близко к окончанию, есть что-то, что только в заделии, чем еще заниматься и заниматься. Последнюю неделю я потратил на то, чтобы тщательно проговорить с коллегами все эти вопросы, с тем, чтобы, если будет желание и воля завершать те проекты, которыми я занимался, не было сбоя из-за отсутствия и недостатка информации. Что ж, я благодарю вас за возможность этого интервью и удачи вам на новом посту. Спасибо. Стала проясняться ситуация с банком Народный кредит. Во-первых, определены банки, через которые рядовые вкладчики и предприниматели смогут вернуть свои деньги. Во-вторых, республиканские власти и представители Нацбанка впервые озвучили те проблемы, которые им предстоит решать. Приемник Банка Хакасия, Народный кредит, был одним из системообразующих для республики. В нем обслуживались 71 тысяча счетов. Рядовые жители и предприниматели, хранившие не более 700 тысяч рублей на одном счету, с 23 октября получат свои деньги обратно через Сбербанк и Россельхозбанк. Все филиалы Народного кредита работают и принимают платежи по кредитам. Все платежи можно осуществлять как наличным, так и наличным способом. В целом, обстановка в банковском секторе Республики Хакасия стабильная, массового оттока вкладов нет. Но как бы тем, кто доверил Народному кредиту более 700 тысяч рублей, и что делать юрлицам? Вот какие цифры озвучили эксперты. 768 человек хранили в банке весьма приличные суммы. В общем, на их счетах было 165 миллионов рублей. Есть еще 10 индивидуальных предпринимателей. Общая сумма их сбережения не афишируется. И 1307 юридических лиц потеряли 148 миллионов рублей. Среди них есть муниципальные предприятия, от которых зависит нормальный быт тысяч людей. К примеру, в Саиногорске в банке зависли более 6 миллионов рублей у Желтреста. Напряженная ситуация в Аскизском районе, Абазе и Черногорске. Так, в городе угольщиков именно через Народный кредит большинство оплачивало в артплату. Комиссия, созданная по поручению Виктора Зимина, намерена обратиться к федеральному центру. Если закон не будет защищать юрлица, то о каком доверии к банкам может идти речь? Комиссия параллельно отрабатывает правовые вопросы совместно с законным советом, для того, чтобы обратиться на более высокие инстанции и все-таки внести какие-то коррективы в федеральное законодательство по поводу страхования хотя бы части рисков юридических лиц. Общую цифру, насколько пострадала республика, министр не озвучила. Но, понятно, ущерб колоссален. Помимо денег рядовых жителей и бизнеса, в Народном кредите остались средства фонда Хакасия, которые предназначались для помощи пострадавшим от паводка и других бедствий. Возврат денег сейчас целиком зависит от ликвидности банка. И пока не ясно, можно ли на нее рассчитывать. Народный кредит частный, и власти не могут решать его проблемы ни одной копейкой. Тем не менее, Виктор Зимин считает, правительство не должно остаться в стороне. Надо помогать. Помогать искренне. Мы многое, что можем. То есть, все дружно работаем. И не прячемся за буквы только закона, полномочий. Это касается всех уровней власти. Чтобы продвинуть законодательную инициативу о защите юрлиц, Виктор Зимин намерен пообщаться с федеральным руководством. Народный кредит имел филиалы по всей стране, но именно Хакасия пострадала сильнее всех. И повторение горького опыта не пожелаешь никому. И еще об одном вопросе, обсуждавшемся на заседании правительства. Еще в четверг глава Хакасии поручил Министерству транспорта проконтролировать готовность дорожников к первому снегопаду. Из года в год он становится сюрпризом для экстренных служб, что дает повод для справедливого возмущения жителей республики. Пожалуйста, с этим вопросом жесткий контроль. Проверьте лично готовность всех служб, где этот песок или реагенты. Прогнозы у нас есть. Предстоит первый снегопад. Мы знаем, чем он закончится. Глава предупреждал не зря. В ночь на субботу в Хакасии случилось резкое похолодание и выпал снег. Так что утром на дорогах был сильный гололед. В Абакане спецавтобаза ЖКХ еще накануне начала подсыпку проезжей части. Сложная обстановка наблюдалась и на междугородних трассах. Дорожные службы заранее запаслись гравийными смесями, так что все необходимое для работы с гололедом проводят. Тем не менее, водителям надо быть крайне осторожными и лучше пока воздержаться от дальних поездок. Работники железной дороги не боятся жаловаться на свое начальство и выигрывают. Процесс идет в Абаканском городском суде. Дело отголосок реорганизации в Красноярской железной дороге, к которой относится Абаканский участок. В конце июля 600 работников локомотивно-ремонтного депо были уволены и переведены в другую службу. Расчет полностью не получили. К окладу им еще полагались премиальные, но предприятие их не заплатило. Люди пошли в транспортную прокуратуру. Надзорники для защиты их интересов обратились в суд и выиграли дело, несмотря на то, что у работодателя формально есть оправдание своих действий. В связи с тем, что премию невозможно выплатить сразу в первый же день после увольнения, потому что рассчитывается эффективность работы работника, поэтому премия была просто слегка задержана. Вот и все. Предприятие выплатило бывшим работникам депо 3 миллиона рублей. Общаться с журналистами люди не хотят, так как работают в других службах, но уже то, что они не побоялись пожаловаться на руководство, многим служит примером. Одержав одну победу, железнодорожники готовы пойти дальше и побороться за 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. В настоящее время в судебном порядке мы просим взыскать в пользу работников не только самопремиальное вознаграждение, но и компенсацию морального вреда, поскольку полагаем, что работники, работникам причинены нарастные страдания, ввиду бездействия работодателя. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Сейчас интервью с гостем нашей программы, министром внутренних дел Ильей Ольховским. Он расскажет, растет ли преступность в Хакасии и как ужесточился контроль за работой полиции. Здравствуйте, Илья Иванович. Добрый день. Итак, вот первый вопрос у меня будет, с чем связаны последние перестановки в органах внутренних дел? Это сменились руководители Абаканского отдела, Черногорского и вот в районе, в районах. Ну, я бы не сказал, что это с чем-то конкретно связано. Я хочу сказать, что жизнь движется, идет ротация кадров, и на сегодняшний день произошла определенная переостановка. Каких-то серьезных поводов, или, допустим, что кто-то из этих сотрудников, которые перешли на другую службу, не справились, в общем-то, нету. Все они выполнили и выполняют свою достойную задачу. Ну, существует такое понятие ротация, и мы ее потихоньку производим. Совершенно МВД не проводила пресс-конференции, не давала данных по итогам своей работы, да? И вот сейчас хотелось бы понять, как полиция живет этот год? Ну, живем мы, в общем-то, так же, как и жили, со своими проблемами, со своими трудностями, со своими радостями, со своими определенными достижениями, недостатками, как и обычной нашей милицейской или полицейской теперь уже жизни. Хочу сказать, что 9 месяцев при том, что возросла нагрузка и количество совершенных преступлений на территории Республики Хакасия, мы не утратили свои оперативные позиции и по категории особо тяжких и тяжких преступлений не допустили существенного роста. Более того, хочу сказать, что по итогам 9 месяцев по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений мы с другими правоохранительными органами Республики на сегодняшний день занимаем 9 место, в Сибирском федеральном округе занимаем 2 место. У нас стали больше совершать преступлений по сравнению с прошлым годом? Ну, если брать с прошлым годом, ну, год еще не закончился, но хочу сказать, мне, наверное, проще, легче сказать, когда есть более шире амплитуда, да? У нас пиковым годом по преступности был 2006 год. Вот в 2006 году у нас на территории Республики зарегистрировано было более 20 тысяч преступлений. На сегодняшний день, на сегодняшний день, вот по итогам 9 месяцев в Республике зарегистрировано чуть более 10 тысяч преступлений. Давно идут разговоры о том, что нужно установить систему безопасных город, которая, наверное, помогла бы нам все-таки лучше контролировать порядок на улицах. Вот сейчас эти планы остаются в силе или уже все, эта тема закрыта? Этот вопрос, он находится на контроле у руководства нашего правительства. Сформирована проектно-сметная документация, которая предусматривает полный охват нашего столичного города Абакана. Предусматривает, ну, практически все, не только охватывает деятельность органов внутренних дел, но и всех правоохранительных структур, в том числе и по безопасности по линии МЧС, там, где находится массовое скопление граждан. И, в общем-то, принято решение о так называемом сегментном введении этой программы. Смысл заключается в том, что, как бы, с учетом того, что у нас довольно серьезной проблемой является безопасность дорожного движения, в настоящее время, сейчас прорабатывается, я думаю, ну, может быть, в течение полугода, уже будет введен сегмент по линии безопасности дорожного движения, где будут установлены видеокамеры на аварийно-опасных участках, в том числе и на перекрестках, которые будут уже в режиме реального времени, передавать картину, и будет она работать. Вот к вопросу видеонаблюдения, иногда это очень полезно там и для правоохранительных органов, иногда вот и для простых людей. Вы, наверное, знаете дело Александра Медигалиева, который пострадал в результате того, что к нему применили насилие черногорские автоинспекторы. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, почему такие случаи повторяются, да, и вот что будет делаться для того, чтобы действительно в рядах правоохранительных органов работали порядочные сотрудники? Ну, я вам хочу сказать, что, наверное, вот та ситуация, которая там происходила на самый момент, да, ну, мы провели служебную проверку, мы уволили этого сотрудника по отрицательным мотивам, и уже оценку его деятельности будет давать, ну, в конечном итоге суд, там, возбуждено уголовное дело, и проводится в настоящий момент расследования. Чтобы избежать таких фактов, мы на сегодняшний день, практически все 100% у нас экипажей, оборудованы также видеорегистраторами, которые, в общем-то, постоянно работают, и, в общем-то, мы по, если возникают какие-то конфликтные ситуации, имеем реальную возможность посмотреть, что было на самом деле. Более того, мы на сегодняшний день оборудуем переносными видеорегистраторами патрульно-постовую службу, и по мере возможности оборудуем такими же видеорегистраторами и наших сотрудников участковых, уполномоченных полиции. То есть полицейские не имеют права стирать записи, если там что-то неприглядное зафиксировано? Это право, да. И у нас уже был случай, когда, ну, как бы, подчеркиваю, как бы, случайно произошло стирание записи, и мы проводили служебные проекты по этому факту, и сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности. Более того, этот сотрудник попытался обжаловать мое решение о привлечении дисциплинарной ответственности в суд, и суд нас поддержал, и было принято решение о том, что мы привлекли его к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Поэтому для них это не просто игрушка, для них это серьезный контроль. Реформа вот по преобразованию милиции в полицию, она действительно удалась? Она как-то в корне поменяла работу органов? Ну, я бы хотел... Потому что обуматели, наверное, думают, что, в принципе, кроме названия, это ничего не изменилось. Наверное, да. И кроме того, что сократились ряды сотрудников. Ну, наверное, на самом деле вы абсолютно заметили, что это непростое переименование нашей системы. Я хотел бы сказать, что на самом деле есть и плюсы, и минусы, да. Ну, как одним из таких серьезных аргументов, я хочу сказать, что очень жестко на сегодняшний день подходит отбор сотрудников, которые в НУП приходят. К нам поступают органы внутренних дел. Я на вскидку хочу сказать, что из 10 кандидатов, которые к нам обращаются, в целом проходит где-то 5-6 человек. Есть, конечно, и недостатки, абсолютно верно. Вы вот один из факторов отметили, это сокращение личного состава. Конечно, это сказывается, в общем-то, в целом, и нагрузка увеличивается на сотрудников. Наверное, основным посылом и основным моментом, когда проходила реформа, да, как бы делала ставка на повышение материального обеспечения сотрудников органов внутренних дел, ну, проще сказать, повышение заработной платы. Это делалось с единственной целью для того, чтобы можно было в систему МВД проводить конкурсный отбор сотрудников. И, к сожалению, очереди нет. Как пример приведу, да, сегодня участковый уполномоченный, будем говорить, ну, желающий, кто бы хотел на эту должность, это сотрудник, вернее, ну, гражданин России, имеющий высшее юридическое образование, и по приходу органов внутренних дел, он на руки получает 42-45 тысяч. Казалось бы, ну, такие деньги позволяют, на самом деле, чтобы была в нас очереди. Ее, к сожалению, нет. Наверное, что-то не так. Наверное, та нагрузка, наверное, та степень ответственности, которая на самом деле существует сегодня в органах внутренних дел, ну, люди просто боятся идти. Что ж, я благодарю вас за интервью, за то, что нашли возможность и ответили на наши вопросы. Всего доброго. Всем удачи, всего самого хорошего. Работа на местах – долг каждого депутата Верховного Совета. Именно выезжая в районы и города, можно из первых уст узнать о проблемах избирателей и решить многие вопросы, например, взаимодействие с местной властью. Наша съемочная группа провела один выездной рабочий день вместе с депутатом от Абазы и заместителем председателя Верховного Совета Хакасии Юрием Шпигальских. Как часто вы бываете в Абазе? Вот в последнее время? Ну, скажем так, в последнее время с интервалом раз в квартал бываю. Причем это уже многолетний опыт, когда чаще, может быть, подменяешь деятельность других депутатов, городских депутатов, органов местного самоправления, они должны заниматься предметными своими вопросами. Реже тоже не совсем это правильно, не в плане того, что забудут, не забудут, но появляются те вопросы, которые нужно решать, даже с уровня республики, я бы хотел сказать, может быть, даже на федеральный уровень. Первая наша остановка – это детский дом абазинский. Знаем, что не первый год шефствуете, да, то есть это уже такая традиция. Вот для вас личная работа с детьми, которые остались без родителей, да, на попечении государства, она вам приносит какое-то личное удовлетворение? Для того, чтобы понять, насколько нужно этим детям наше участие, наше присутствие, появление там, нужно просто быть в этот момент с детьми. Действительно, мы периодически не просто заезжаем в детский дом, мы заезжаем с некоторыми подарками, собираем, депутаты, скажем, собирают небольшую сумму. Это подарки для именинников на день рождения, это, может быть, подарки к Новому году. И дети радуются и подаркам, и вниманию. Вообще шефству нужно всегда, помощь нам, поймите, нужна любая, малейшая, что-то там помочь, даже в материальной помощи, и то это надо, понимаете. Такие люди нам очень нужны, дети нуждаются буквально во всем. Работа с населением всегда достаточно тяжела в эмоциональном плане, да, надо всех выслушать. Где берете сил, как вообще настраиваете себя вот непосредственно на личный прием, потому что люди приходят не от хорошей жизни. Ну, если у людей много проблем, значит, эти проблемы существуют в обществе в целом. Значит, нужно их решать. Вот эти последние выборы, год назад, которые проходили, мне предложили баллотироваться заново по базе. Причем предложили, как раз, абазинцы, многие обратились, просьба есть такой. Меня что порадовало, честно вам откровенно говорю, люди помнят, хотя прошло 8 лет, 8 даже с лишним лет, и вспоминают те вещи, о которых я не всегда же помню. Вот где-то там один вопрос был совместный решили, я всегда стараюсь подчеркивать для людей, если есть вопрос, я за него могу убраться, при условии, что мы этот вопрос решаем совместно. Не просто загрузили проблемами, и со стороны смотрим, как кто-то там решит за них эти проблемы. Нет, ни в коем случае так нельзя. И когда вот в этом процессе вращаешься ты и тот заявитель, он понимает, насколько не просто все это решается, но в конечном итоге что-то получается. Люди это помнят долго. Можете озвучить, с какими проблемами именно абазинцы приходят к вам? То есть, где сегодня наиболее такие болевые точки в городе? Ну, если в общем сказать, безусловно, тревожит всех судьба их предприятия, главного предприятия. Еще и прошлый год весь, и сейчас есть тревога, не улеглось еще. Когда у людей появится полная уверенность в том, что здесь стабильно, я вас заверяю, что там настроение будет лучше. Все остальное крутится рядом. Ну, как бы надеюсь на что-то, на что-то надеюсь. Я думаю, что это уже все-таки верховная власть. Думаю, надавят. Потому что по кругу идет. Сегодня у вас навечена также встреча с женсоветом. Вот вы от встречи с ними чего ждете? В первую очередь услышать их настроение. Настроение услышать, как они понимают ситуацию в абазине. Вот это главное, понимаете? Конкретные там вопросы, жалобы, вот мы на приеме услышали. А общий фон они передадут. Это как и общество инвалидов, общество ветеранов, как молодежь. Они говорят о том, что происходит в целом. Это я считаю, что очень важно. Первая встреча, и хотелось бы, чтобы Юрий Александрович, может, когда приезжал, встречались, интересовался бы нашими вопросами. Выбор народа, он все равно несет за собой. Он осознанный выбор. Да, да, да. Он осознанный. И вот это доверие людское, оно не в тягость. Вот ответственность такая излишняя перед населением, тем более, когда встречаешься вот сразу на глаз. Еще раз, я неоднократно, даже сегодня это звучало, и везде не устаю повторять, это непочетная обязанность. Тот, кто посчитал, что депутат это красиво и почетно, тот долго не задержится. Это обязанность, которая требует большой ответственности перед населением и большой-большой работы. Вот это точно, не сомневайтесь. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Посмотреть материалы можно также на сайте вестихакасия.рф И желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроения на новую рабочую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова